На самом деле, интерпретация в театре – это всё. Потому что, как я вам говорила, древнегреческие зрители шли смотреть спектакль, прекрасно зная миф, и они шли смотреть именно интерпретацию, как кто-то из греческих драматургов, имён мы их практически не знаем, пьеса хранилась очень мало, обрабатывает текст. Действительно, почему древнегреки шли смотреть спектакль по одним и тем же мифам? Или можно ли поставить спектакль точно, как написано у автора? Третье. Завершающая лекция Марины Дмитревской посвящена такой непростой и важной теме «Есть ли граница в интерпретации классики?» Среди слушателей люди заинтересованные, в основном работники театра и самые заядлые театралы. Тема очень наболевшая, потому что хочется, чтобы в театре была классика, и хочется тем не менее всем, и зрителям, и режиссёрам, и самому театру, чтобы эту классику понимали. Напомним, в течение трёх вечеров нижегородцы могли послушать лекции Марины Дмитревской. Лекции проходили в рамках третьей режиссёрской лаборатории по современной драматургии Кулибинка, которая прошла в Нижегородском театре юного зрителя. Марина Дмитревская – театровед и искусствовед, главный редактор Петербургского театрального журнала. В разные годы она была членом жюри премии «Золотая маска». Её лекции интересны и студентам, и опытным профессионалам. А потому в ТЮЗе такие лекции обязательно будут повторять. Мы начинаем, и на мой взгляд, сегодня удачное начало большого-большого пути, который называется «Специальность театральной зрительности». Что же касается третьей лекции, то итогом её на вопрос, есть ли границы интерпретации, Марина Дмитревская вывела такую формулу. Только границы культуры, только. Только границы культуры, только границы профессии, только границы философии, категории каких-то. Но ни в коем случае нельзя говорить о несвободе театра от чего-то. Театр свободен, независим, не дай бог какой-то цензуры. Даже сама цензура художника, она бывает очень мешает. Театр не должен бояться ничего, и человек не должен ничего бояться. Служба информации Наталья Лисова, Василий Низов.